Виталий Ерофеев 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 И он нам дает, что нам дает? Он нам дает рабочее время. Или говорит, вот вы работаете сегодня с 8 до 5, или с 9 до 6, вот я вам распределяю это 41 час рабочего времени и так далее. Вот в это время вы можете работать, все, я за это время отвечаю, говорит хозяин. Когда у человека существуют внутренние законы, внутренние законы существуют, но он их как бы не знает, то есть он постоянно ими не пользуется. Они есть, но он ими пользуется, когда существует рабочее время. То есть во время рабочего времени человек этими законами востребованы. А потом он говорит, все, идите отдыхайте, вы можете ничего не соблюдать, никаких законов, это уже ваше свободное время. И так и называется слово, ваше свободное время. И люди идут проводить свое свободное время, как они считают нужным. Вот, то есть здесь проблема в том, что у людей отсутствует связь со временем. Связь со временем с прошлым и с будущим. Как эту связь-то восстановить? Очень сложно ее восстановить. Очень сложно восстановить. Чтобы ее восстановить, мы опять прибегаем к чему? Помощи ума. И что здесь получается интересного? Это очень интересно. То есть нарисуем кружочек. Вот, допустим. Вот у нас законы опять мы нарисовали. Какие-то, да? Вот пример. То есть вот в этом моменте, когда приходит ум, в настоящий момент, для помощи вам, вашему сознанию, чтобы вы не испытывали страха, отсутствие времени, оно вам мешает время. Вы его убираете, потом получается страх. А что будет в будущем? А каково на прошлое? Она нас учит, это прошлое чему-то. Мы боимся этих уроков. Нам не надо, нам ничего говорить о прошлом. Давайте прошлое изменим. Напишем, перепишем историю. И будем по-другому думать о прошлом. И перепишем там все эти учебники о прошлом. Вообще все знания уничтожим. Все нормально. А будущее? Будущего мы боимся. Не-не-не-не. Мы будем жить вот этими законами, нашими внутренними законами. Они нам сейчас устраивают. Мы будем сознательными людьми. Но необходимо тогда и строить отношения с умом. Хорошо. Тогда, пожалуйста, ум теперь уже, в свою очередь, берет сознание в свои руки, да? И сознание становится инструментом ума. Интересно. Но как только сознание, ум взял в свои руки сознание в результате определенных отношений и связей, построенных в конкретном обществе, группе людей или сообществе, то, что появляется у ума, у ума появляется, интересное слово, самосознание. Самосознание. Не буду тут писать. Вот. И человек, находясь в настоящем моменте, в этой плоскости, обретает самосознание. Очень интересный момент. Такой человек, обладающий самосознанием, уже может быть квалифицированным служащим, развивать свою квалификацию, развивать законы. Но в чем еще проблема? При самосознании. Что эти законы, которые внутри, которые находятся у человека, да? Эти законы все заимствованы. Посмотрите на солнышко. Солнышко светит, закон. Ночью церковь его, закон. Он объективный для нас. Мы ничто с этим законом не можем сделать, мы тоже можем его только принять. Чтобы его принять, этот внешний закон, как внутренний, что мы здесь должны сделать? Какое мы понятие вводим здесь? Мы должны осознать. Осознать. Тема еще более сложная. То есть вот когда ум создал внутри себя самого самосознания, то есть вот здесь вот находится ум теперь у нас на внешней границе, вот это ум, то появляется такая проблема ума. Как бы надо строить крепость, чтобы защитить самосознание. А эта внешняя граница должна стать чем? Законом. Поэтому ум начинает срочно изучать внешние пространства. То есть ему теперь с помощью самосознания он обращается как? К чему? К строительству закона, внешнего закона, чтобы защитить самосознание, соответственно. И этот процесс, вот этот процесс строительства закона, то есть ум берет в руки самосознания, образуется самосознание, с помощью самосознания начинает строить закон. Но строить закон начинает на чем? На каком основании это получается? На основании собственных внутренних законов. На основании законов сознания фактически. И что получается в этой трагедии, так говорится, да, драме? Приходится быть слугой. Слугой закона практически. Слугой закона быть. И уйти от этой проблемы ум не может, пока не получает способность к осознанию. Осознанию закона будущего и прошлого. Вот как только у ума появляется осознание. Я даже здесь не замкнул, видите? Не замкнул. Вот так, начнем. Вот так. Осознание. Когда я там в видеоролике рассказывал тему 3 в 1 сознание, осознание и самосознание, то я показывал, что вот это является осознанием. Осознанием. Вот это является самосознанием. А руки, если опустить вниз, то само тело будет называться сознанием. Прерывы из-то движения ума, потому что ум вынужден покидать сознание во вне рабочее время. То есть во время, в рабочее время ум находится на границе с сознанием, да. И человек обладает самосознанием. В рабочее время, в рабочее. Но как только ум покидает рабочее время, границы рабочего времени, то человек попадает в свободное сознание. И он иногда отдыхает, мы это называем. Вот сейчас я в субботу, я отдыхаю, делаю этот видеоролик. Обращаясь, между прочим, к самосознанию. То есть мой ум или ваш ум, чтобы быть творческим, должен находиться в состоянии осознания будущего, закона. Не времени будущего, а закона. Чтобы приподняться выше. Вот в этой плоскости, чтобы приподняться сквозь пространство. Вот сюда выше подняться. Нужно осознание. То есть вот мы рисуем. Вот мы предыдущие законы во времени. Вот они. Вот чтобы мы пошли, 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 поднялись выше. Мы должны осознать закон прошлого, связать его с законом настоящего и проникнуть в будущее. Вот будущий закон какой-то. Осознать, что закон-то находится в будущем какой-то. И действовать, принимать решение в настоящем моменте, в одномерной мере, в одномерной плоскости. Принимать решение на основании трехмерного пространства, будущего и прошлого. Понимаете, как много законов находится в трехмерном пространстве. Когда человек является слугой, он не осознает закон будущий и закон прошлый. Он, их прошлый закон, не является для него основанием для принятия решения. Разумного решения, мы говорим. И поэтому он не может творить со-знание. Со-знание, да? Со-знание, буква С-О. Это не чистое знание. Это со-знание. Оно заимствованное. Оно взятое со стороны. Взятое со стороны. То есть оно объективно нам как бы навязано. И мы от навязанности пытаемся избавиться с помощью ума. Теперь ум берет это самосознание и начинает с помощью него изучать окружающий мир. Как не быть слугой человека. То есть, чтобы не быть слугой человека, надо что делать? Надо постоянно ходить в состоянии сознания. То есть, вот это все дело соединить. Вернуть себе прошлое и вернуть себе будущее. Будущий закон и прошлый закон действуют настоящим. Тогда вы не будете слугой. Это была такая сложная сегодня тема, которую я пытался тут вам наговорить. Тема «Как не быть слугой человека». Я благодарен вам за то, что вы посмотрели это видео. И следующее видео я продолжу. Оно будет более предметное. Более предметное. Оно будет касаться уже предметных женщин и мужчин. То есть, мы постепенно входим в эту тему. Большую тему. Видеороликами такими ее, конечно, раскрыть очень трудно. Но тем не менее, я приглашаю вас к просмотру следующей темы, в следующем ролике. Благодарю вас за внимание. С вами был я, Виталий Рафеев, на канале «Часы Знания». Всем привет. Будьте здоровы, счастливы. Всем удачи. Не забывайте о том, о своем рабочем времени, которое надо соединить со своим свободным временем. Вот оно. Секрет-то в чем.